Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! В этом видео я расскажу, как правильно выбирать леща, что из него приготовить, чтобы максимально полно раскрыть все достоинства этой рыбы, как его приготовить так, чтобы у вас абсолютно не осталось отходов, и чтобы блюдо, которое будет, порадовало не только вас, но и всех ваших друзей. Как правильно выбирать леща? Лично я для себя решил, что чем крупнее лещ, тем вкуснее будет готовое блюдо. Эти лещи достаточно маленькие, на мой взгляд. Обычно я беру лещей, которые весят от 2 кг и выше. Тогда в леще будет очень мало мелких косточек, само мясо будет достаточно упругое, но в то же время нежное и сладенькое. И, естественно, как бонус, в каждой рыбке будет потрошок или молоко, или икра. Сегодня мне попались лещи из супермаркета, их цена приблизительно 80 рублей за 1 кг. То есть, это самая дешевая рыба из всех. Это дешевле, чем карась, но намного вкуснее, чем карась. Опять же, это только мое мнение. Итак, что нужно, чтобы приготовить вкусно и правильно, и хорошо рыбу леща? Для начала я ее буду чистить. Вот такая трехкопеечная чистилка для рыбы. Конечно, это очень простая операция. Все знают, как чистить рыбу, и ничего сложного в этом нет. Кроме того, что луска летит по всей квартире. Рыбку я почистил, и теперь самое важное, как правильно приготовить леща. Лещ – это обычная еда, такая же, как и другая. И все вы со мной согласитесь, что есть несколько вариантов для каждой еды, какие самые лучшие, чтобы они были самые-самые вкусные. Поэтому я считаю, что самый вкусный лещ – это жареный. Поэтому сейчас разделка будет для того, чтобы лещ был очень вкусно пожарен. Самое первое – это потрошение. Для того, чтобы блюдо получилось самое вкусное, нужно понимать особенности продукта, из которого я буду готовить. Лещ – это белая рыба. Мясо у него нежное, но много мелких костей. И, конечно же, больше всего костей вот в этой части, где хвостик. А самая вкусная часть – это ребрышки и спинка. Как я уже говорил, лещик не самый большой, поэтому нужно искать леща хотя бы от 2 кг. Еще у леща достаточно жесткая кожа. И если мы оставим мясо на коже при жарке, то нам нужно будет больше времени потратить на то, чтобы мясо под кожей смогло прожариться. И я кожу буду снимать. Для того, чтобы филировать рыбку, я разрезаю ее по спинке на 2 половины. А позвоночник остается на туловище. Сначала делаю легкий разрез, чтобы нащупать саму позвоночную кость, а потом вдоль нее, вот уже легко будет, провожу ножом. Точно так же делаю с другой стороны. Точно так же делаю. Пока я работаю маленьким обвалочным ножом, филейный нож мне пока еще не нужен. Отрезаю голову за грудным плавником. Чпук! И все. Теперь смотрите. Вот здесь я дошел до ребер. Все равно ребра мне не нужны, поэтому самое простое, это вот так срезать мясо вдоль по этим ребрам. Это первый вариант. Он быстрый, но не самый интересный. Сейчас я покажу второй вариант. Второй вариант. Я отловываю вот эти ребрышки. И каждая ребрышка беру и вот так вынимаю. Тогда больше остается мяса и меньше отходов. Это удобно делать мужским инструментом в виде круглогубцев или плоскогубцев. Вот так отличается филе, которое я просто срезал и косточки остались на самом скелетике. А это я косточки вытягивал. Толщина ребрышек почти неразличима, но мне этот способ больше нравится. Вот это все. Не стоит жалеть о том, что здесь какие-то кусочки мяса остались. В этом и есть смысл филирования, потому что вот это есть прекрасная основа для обалденнейшего супер-пупер бульона. Самое важное, что нужно сделать, это просто достать отсюда жабры. Жабры из головок достаем, и это все остается в бульончик. Идеальный вкус, идеальное будет все классное. Теперь смотрите. На самой филе есть еще вот такой плавничок. Он будет мешать нам хорошо филировать, и у него совершенно другая текстура. Его нужно обрезать без сожаления. Плавничок тоже пойдет в бульон. Таким образом мы не только обрезаем плавник, но еще и подравниваем само филе. Теперь я использую филейный нож для того, чтобы снять кожу. Вот этот плавничок как раз мне еще будет помогать держаться за него. Все очень просто. Вот так прижал. Нож к доске. Аккуратно провел. И поехали. Посмотрим, где-то я соскользнула. Да, где-то я соскользнула. Так. Обычно в таких случаях, особенно когда тушка большая, нужно ее разрезать на реберную часть. Вот так. И на филе. И тогда кожа будет сниматься намного легче. Находим край. Здесь все отлично. Теперь на этом переходе немножко подрезаем. Вот так. Вот это все кожа и кусочки мяса прекрасное дополнение для бульона. Поэтому никогда об этом не жалейте. Филе. Можно вот здесь еще немножко подчистить саму кожу, чтобы филешка была идеально мягкая и красивая. Если рыбу филировать каждый день, все будет получаться намного проще и быстрее. Кожа, кости, головы. Это все идет на бульон. Да, друзья. Еще самый важный момент, который я забыл вам сказать. Я не китаец на рыбном рынке в Китае. Я не обвалщик на плавучей рыбной базе. Поэтому я изредка покупаю рыбу на рынке или в магазине. И также изредка занимаюсь этой разделкой. Я не показывал, как быстро и правильно разделать рыбу. Я не делал это на скорость. И я не показывал уровень людей 80 уровня. Я просто показал, как я разделываю рыбу, для того, чтобы она получилась самая вкусная. Продолжаем. Вот эта часть, это спинка и хвостик. Она толстая. А вот это ребрышки. И обычно, когда люди просто жарят рыбу, это все остается на одном куске. Ребрышки жарятся намного быстрее и они становятся сухими и невкусными. А эта часть, мы стараемся дожарить им на спинку. И соответственно, рыба уже совершенно не того вкуса. Поэтому я сознательно разделяю ребрышки и саму толстую часть и режу ее на порционные куски для жарки. Отдельно я жарю ребрышки. Им нужно меньше времени. Отдельно я жарю спинки. В этом видео я постарался максимально быстро и подробно показать, как работать с лещом, чтобы он получился всегда вкусным, чтобы не портить рыбу и знать ее особенности и свойства. Вот это прекрасное мяско без кожи. Попробуйте, оставьте пару кусочков кожи на мясе и пожарьте. И вы узнаете, насколько вкуснее мяско без кожи. Но для жарки вам нужна очень качественная сковорода. Или тефлоновая, или чугунная. Потому что мясо без кожи и, конечно же, без панировки. Обязательно без панировки. Имеет свойство прилипать. Пробуйте готовить по моему рецепту леща. Он очень вкусный, особенно большой. Пишите комментарии, что вы думаете по моему рецепту. Ставьте вот такие красивые лайки. Подписывайтесь на канал. Ссылочка для подписки вот здесь внизу. Вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик. И вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня это самое спокойное место.